Борисов на одной руке, а другой, он вкручивает лампочку. Беседка озаряется тусклым светом, он спрыгивает вниз, приземлившись на единственную свою ногу. Ловко вы. Вы проводимся. Пиджак мой накиньте, а то застудитесь. Спасибо. А вы как же? Я же трошки согрелся. Она отдаёт ему трость, накидывает на плечи пиджак, попутно обнаруживая в кармане початую чекушку водки. Согрелись, значит. Вижу я, чем вы грелись. Наверное, поэтому ваша жена и бросила, или, как вы изволили выразиться, женька в тылка. В тылка. Он посмотрел на неё внимательно, словно бы решая, обидеться или нет, а потом хохотнул. Мы не раз письмами жили. Не погано жили, не сварились. А потом вона вбила себе в башку. Хочу, мол, горжеть. Что это такое, ця горжета? Ну, пришёл, подивился. Доглятина якась. А вона три тысячи пятьдесят кальмаванцев каштует. Не мало у меня таких грошей. А ни мало грошей, ни мало той бабочки. Так что, Соголь и я сам живу. Я тоже одна живу. То есть не одна. У меня Женя прописана. Она дальняя родственница по линии матери. Но я её племянницей называю. А батьки ваши где? У меня только мамочка и брат. Отец умер, когда мне было десять лет. Мама одна нас вырастила. Сейчас она в Ленинграде с братом живёт. Он у меня художник. Теперь понятно, почему вы ночами гуляете. Дома никто не ждёт. С комсомольского рейда иду. Я ведь пригодница в конструкцию. Сейчас фестиваль столько дел. Народ наш совсем огрел. Иностранцев увидел и как с цепи сорвались. Так не каждый день живого негра побачишь. А я вот интересуюсь. Они везде чёрные. И вы туда же. На Ленинских горах мои ребята задержали таких вот интересующихся. Вы ведь что думали, а? Напоили водкой двух делегатов из Африки, разделили их до Голландии. Хорошо комсомольцев подоспели. Африканских товарищей отправили в гостиницу. А наших в ближайшее отделение. Ну? Что? Что? Целыми мне скажите, что? Не понимаю я бы о чём. Ну, меры. Везде чёрные. Во всех местах. А она строго. Я не смотрела. Не выдержала, засмеялась. Но ребята сказали, что везде. До нас, лейтенавы, сегодня те, что наехали. Балет писали. Мне билет персональный выделили, но я не пошёл. Африканцы приезжают? Наши? Не разумею я этого балета. Скачут, ногами дрыгают. Чуть ли не голые. Нет, зря вы так. Балет – это искусство. А советский балет – лучший в мире. Может и так. Я не разбираюсь. А я люблю танцы. Вот сегодня в Кремле бал, танцы до утра, веселье. А я инструктаж провожу. Обидно немного, но ничего не поделаешь. Такая работа. Погано инструктируете. Лютуют ваши хлопцы. Что значит «лютуют»? Они все замечательные ребята. Вот, допустим, идёт человек в свой законный выходной день к церкву. Они его не пускают. Старушенцы всяких пропускают, а трудового человека нет. Да и что, кулаком норовят нападать? Значит, всё-таки входите в церковь. Как же я ошибалась. Ой, ну вы, парни, что разочарувал. Мне дуже суково сорвано. Так вы мне тут хохла не врубайте. И ж пусть какой лапчатый. Сама диновато. Лучше надо в людях разбираться. Всё-таки разведчицей была. Вы? Разведчицей? А что тут удивительного? Пусть недолго, но была. Вызвалась добровольцем, когда фашисты к Москве подошли. Тогда много комсомольцев на фронт уходило. Примерная больно для разведчиц. Вот мне сперва тоже так сказали. Товарищ Шелепин и сказал, когда я к нему в горком комсомола пришла. Но я сумела его убедить. Я умею убеждать. Ах, как же я ему подвела. Ведь я ему за вас поручилась. Так вас расписала, а вы... Что? Забирайте ваш пиджак.